Для десятков молодоженов утро началось с музыки. С порога ЗАГСа влюбленных встречал военный оркестр Нацгвардии Украины. Для новобрачных звучали известные романтические композиции. Этой паре первой удалось изаконить свой брак под звуки торжественного оркестра. Дата, рассказала невеста Александра, особенная для них. И поводом стал вовсе не день Святого Валентина. У него мужа сегодня день рождения. Это ему подарок в честь дня рождения. Сегодняшний день несет много любви. Я так считаю, как для меня. Но я думаю, что будем мы счастливы и все будет хорошо. А пока молодожены празднуют начало семейной жизни, мы отправились посмотреть, как обстоят дела в цветочных павильонах. Первых, кого мы замечаем, это уставших флористов. Очень тяжело. Собирали за неделю все это. Планировали и всю ночь работали. На цветочных базарах переполох. С самого утра мужчина выбирает символичный подарок для своих вторых половинок. А что пользуется самой большой популярностью, спросим у флористов. Розы, гвоздики покупают, и рисики покупают, тюльпаны. Весна, любовь. Вот сердца, посмотрите, какие прекрасные. Вот такие сердца, корзины у нас, букеты. Композиции тюльпаны. В основном композиции тюльпаны. Шляпные коробочки красивые, с тюльпанчиком. Композишки такие маленькие, как букетики классные. С розочкой, орхидеей. Сердечки сейчас, как бы, сегодня день сезона Валентина. Поэтому мы делаем очень красивые, оригинальные сердца. У мужчин разбегаются глаза. Настолько велик выбор цветов на рынке. Несмотря на это, некоторые уходят с павильона без букета. Они в поисках особенного подарка своей половинки. Мне дали наводку, скажем так, что есть крутая роза в городе. По ободу розовая, а внутри беленькая. Вот схожу, смотрю. Но самый большой ажиотаж даже не на цветочных базарах, а в одесских ЗАГСах. Нам посчастливее стать свидетелями торжественной росписи Елены Илаши. Елена Илаша говорят, что не планировали свадьбу в день влюбленных. Но рады, что поженились именно 14 февраля. Чтобы всегда было не забывать и всегда отмечать каждый год. Это еще оказалась пятница и день влюбленных, и точно, чтобы мы не забыли эту дату однозначно. К слову, именно в день Святого Валентина узаконить свой брак можно до полуночи. Такой подарок влюбленным сделали в Минюсте. В проекте «Любовь вне времени» в этом году участвуют переотделения госрегистрации актов гражданского состояния. Суворовский, Приморский и ЗАГС города Черноморска. В день Святого Валентина заявление подали 69 пар, а поженились более 70. И это только до полудня. Спросом, говорят в Минюсте, пользуются и так называемые зеркальные даты. 2 февраля поженились более полусотни пар, а на 20 и 22 февраля уже подали по 100 заявлений. Телеканал «Репортер» желает вам взаимной любви, нежности и романтики. Нарина Щегова, Константин Нечерец, Телеканал «Репортер».